Я приветствую всех жителей Самары и Самарской области. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В прямом эфире на телеканале Самара ГИС вы смотрите программу «Территория права». И сегодня на ваши вопросы отвечает нотариус города Самары, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Юрьевна Николаева. Здравствуйте, Галина Юрьевна. Здравствуйте. 202-11-22, телефоны прямого эфира в студии. Это означает, что вы, уважаемые телезрители, в течение 30 минут можете дозваниваться к нам в студию, задавать свои вопросы, оговоримые сегодня о завещании, в чем его отличие от дарения и других нотариальных действий. Поэтому звоните, пожалуйста, к нам в эфир, не упустите такую возможность. Ну и, конечно, телефоны и сайт Нотариальной палаты Самарской области вам в помощь. Возьмите их обязательно себе на заметку. Галина Юрьевна, первый вопрос мой простой. Скажите, пожалуйста, что такое завещание? Что это за документ и в каких случаях его нужно составлять? Ну, завещание является односторонней сделкой по распоряжению своим имуществом на случай смерти. То есть завещатель вправе распорядиться своим имуществом по своему усмотрению, при этом не требуется ничьих согласий. Более того, единственное ограничение свободы завещания установил законодатель в пользу обязательных наследников. Во всех остальных, в своих правах по распоряжению имущества завещатель свободен. Вы сказали прямые наследники. Кто является прямыми наследниками? И давайте рассмотрим стандартную ситуацию. Это мама, папа, ну и двое детей. В каких случаях будет по закону делиться завещание? Потому что очень многие путают именно вот как впоследствии разобраться. Так вот, как будет делиться ситуация в случае смерти одного из родителей? Ну, если нет завещания, то, естественно, оно пойдет в наследство разделу по закону. Между всеми наследниками поровну. При этом сначала будет удовлетворяться право собственности пережившего супруга на все имущество, если оно приобретено в браке, за исключением имущества, которое не подпадает под совместную собственность. Это имущество, полученное в дар по безвозмездной сделке, либо по наследству. Вот это имущество не является совместным имуществом супругов, и на него не распространяется этот режим совместной собственности. Естественно, оно не пойдет ни в раздел при расторжении брака, ни не получит переживший супруг на него право собственности в размере одной-второй. Все остальное имущество, которое приобретено супругами в браке, сначала удовлетворяется право пережившего супруга, как я уже сказала, выдается ему свидетельство о праве собственности на одну-вторую долю во всем имуществе. И вторая половина, если нет завещания, делится между всеми наследниками закона, в том числе и на этого супруга, пережившего поровну. Если же составлено завещание в пользу одного наследника, либо двух, а их может быть по закону 22 условно, то в любом случае наследство получит те лица, которые означены завещанием. Более того, завещание может быть составлено не в пользу родственников, как по прямой нисходящей и восходящей линии. Оно может быть составлено в праве завещателя составить на своего друга, подругу, соседа, свата. Организации совершенно постороннего человека. Конечно, конечно. Поэтому вот в данном случае свобода завещателя не ограничивается законом. Очень часто наследники приходят к нотариусу, устраивают, мягко сказать, такие разборки, какое право имел нотариус удостоверить завещание в пользу соседки. Не выспрашивает нотариус, соседка ли она вам, подруга ли она вам, человек, с которым ли вы сожительствовали. Это не компетенция нотариуса. Нотариус лишь разъясняет при удостоверении завещания. Не обязательно в каждом завещании есть такое требование. Статья 1149 нотариусом завещателю разъяснена. Это право на обязательную долю. Поэтому нотариус, если... Он, конечно же, спросит, в пользу кого завещание, кто он вам... Он, например, говорит это, человек мне не родственник, но я хочу оставить свое имущество ему. У нотариуса нет оснований отказать. Даже если нотариус этот человек известен. То есть вот нотариус ограничивается в правах по удостоверению, по совершению нотариальных действий лишь в отношении определенного круга лиц. Но если это лицо не является ему родственником, то нотариусу у него нет оснований от того, что он его знает, отказать ему совершение этого завещания, удостоверения. Поэтому вот такие вот требования наследников, обиженных наследников, когда говорит, что нотариус не имел права, потому что они дружат, а он удостоверил завещание этого имени, наказатель не ограничивает нотариуса в праве на удостоверение завещания. Поэтому нотариус единственное, что обязан сделать, разъяснить, что такое завещание. Если имеются наследники, входящие в круг обязательных наследников, то они независимо от составленного такого завещания будут наследовать. И нотариус это разъясняет. Спасибо вам большое, Галина Юрьевна, что вы разъяснили такой вопрос. Мы принимаем звонок от телезрителей. Добрый вечер. Говорите вы в эфире. Добрый вечер. Вот у нас такой вопрос. Мы хотим ребенка с бабушкой отправить в Грецию отдыхать. У нас папа паспорт потерял, и вот в СМС ему дали, не помню, что кажется, такое временное удостоверение личности. Вот по нему можно дать такое ответственность? Спасибо. Да, как раз закон о гражданстве признает такой документ, как документ, удостоверяющий личность. Выдаются временные удостоверения именно как раз службы миграционные, которые вправе свидетельствовать личность лица, которым выдается временное удостоверение. Поэтому по такому документу нотариус обязан удостоверить вот такое согласие на выезд ребенка за границу. Галина Юрьевна, а вот этот вопрос более чем актуальный, потому что началась пора отпусков, и наверняка к нотариусам приходят с такой просьбой, чтобы выдать доверенность. Скажите, пожалуйста, каким образом нужно поступить, чтобы не было проблем ни на границе, ни таможен, ни так далее? Поправлю немножко недоверенность, а согласие. Согласие, да. И действительно, очень многие приходят и говорят, нам нужна доверенность на вывоз ребенка. Вывозятся вещи, имущество. Доверенность дается на распоряжение имущественными правами. Но не на распоряжение правами родителя по вывозу ребенка. Тем более, что ребенок не вывозится за границу, а следует за границу в сопровождении родителей, либо в сопровождении посторонних лиц. Вот статья 20 закона о въезде и выезде в Российскую Федерацию говорит о том, что требуется согласие родителей, если ребенок следует не с ними, с посторонним лицом. То есть бабушка, дедушка это тоже считает посторонним лицом? Да, конечно, это незаконные представители. Когда ребенок выезжает с одним из родителей, в данном случае не требуется согласие. Но очень часто туристические фирмы настаивают на таком согласии. То есть их не правоверные действия? Конечно, но очень часто гражданам, когда говоришь, что не требуется, они говорят, ой, нет, нет, у меня вот уже горит, мне срочно выкупать, а завтра мы вылетаем, давайте с ними не будем спорить и удостоверить. Никаких проблем. Если гражданин желает удостоверить такой согласие нотариально, нотариус ему никогда в этом не откажет. Галина Юрьевна, если пара в законном браке, если супруги разведены, а, к примеру, мама едет с ребенком, здесь согласие требуется? Нет, ну почему, если они разведены? Он же выезжает не на постоянное место жительства. Вот если на постоянное место жительства, тогда требуется согласие другого родителя. А если мы выезжаем в отпуск с одним из родителей, у вас ни одна таможня не потребует. Это паспортный контроль, вернее, когда там приходится граница, паспортный контроль не потребует согласия от родителей, когда ребенок выезжает с одним из родителей. Спасибо. Принимаем звонок. Алло, говорите, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, мы с мужем, с бывшим, составим соглашение о разделе имущества. Можно ли его нам самим составить, а у нотариуса зависит только в подписи? Спасибо. Ну, подпись на сделках нотариус не свидетельствует, об этом говорит законодатель четко. Нотариус удостоверяет в данном случае соглашение о разделе совместно нажитого имущества, и такое соглашение подлежит обязательно нотариальному удостоверению. И мы очень часто говорим, во-первых, сами не составляете вы ни нотариуса, не тратите свое время, свои надежды не делаете разрушенными, поскольку очень часто, действительно, очень часто приходят к своим проектам. То им сосед составил, который юрист, и он пользуется у них очень большим авторитетом, то им составил лицо, которое считает себя адвокатом, либо адвокат им составил. Столько много нюансов в этом соглашении, что оно по шаблону, как правило, не делается. По шаблону только оформляется шапка документа, это лица, которые подписывают этот документ, и удостоверительный надпись нотариуса. Поэтому вот, чтобы как бы не платить сторонним лицам за ту работу, которая впоследствии не будет принята, да, поэтому лучше, конечно, обращаться к нотариусу, это обязательно нотариальные формы, и нотариус удостоверит. Необходимо предъявить документы на это имущество, когда делится имущество, чтобы, либо можно как бы определить, что все имущество делится поровну. Ну, это глупо. Но бывают такие требования, и нотариус разъясняет, нельзя машину поровну разделить, она все равно будет у вас в совместном пользовании, и один и второй. Поэтому лучше приходить к соглашению, кому-то машина, кому-то дача, кому-то гараж, кому-то квартира и так далее. Нотариус в любом случае разъясняет это на консультации, когда люди приходят? Конечно. При этом совершенно не обязательно, что доли должны быть четко равными. Равными. Берет стоимость имущества. Они должны быть приблизительно, чтобы эта сделка не была кабальной. Иначе, если все одному супругу, а второму ничего, кабальная сделка. И впоследствии супруг, чьи права были нарушены, обратит в суд и признает ее кабальной. Недействительно. Спасибо большое. У нас есть еще один звонок, и я хочу отметить, что мы сейчас работаем в прямом эфире. 202 11 22. Телефон в студии. Звоните, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Ну и, конечно, сайт и телефон, и сайт Нотариальной палаты Самарской области, где консультанты всегда ответят на ваши вопросы. Принимаем звонок. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Говорите, здравствуйте. А могу еще по наследству спросить. Машина по наследству пришла мне, маме и моей сестре маленькой. А на школьнице еще ей, ведь у нас лет нет. Можно мы ее продадим? Или пока вот сестра маленькая продавать нельзя ничего? Спасибо. Интересный вопрос. Ну, любое имущество. Машина ли это, квартира ли это, дача ли гараж. Любое имущество, которое принадлежит несовершеннолетнему собственнику, но вправе быть отчуждено, но с согласием органов опеки и попечительства. В данном случае органы опеки и попечительства, естественно, потребуют, чтобы было открыто счетное имя несовершеннолетнего наследника, на который после продажи поступят деньги, соответствующие его доле в наследстве. То есть доле в этой автомобиле. Никаких проблем нет. Этими деньгами будет, соответственно, распоряжаться... Законный представитель в интересах несовершеннолетнего и с согласием органов опеки и попечительства. Спасибо. Галина Юрьевна, вот в обществе зачастую путают о последствиях составления завещаний и других сделок, ну, к примеру, ударения. Так вот, для чего нужно составлять именно завещание? И вы сказали о том, что вы, как нотариусы, не советуете жителям, которые к вам обращаются, в пользу кого-то составлять завещание. Причем, вы не вправе советовать в пользу кого? Да, не вправе. Мы вправе только обязаны, не вправе разъяснить последствия. Да, последствия завещания. Так вот, завещание и дарение. В чем преимущество того и другого документа? Ну, во-первых, начнем с того, что завещание, как я уже говорила, односторонняя сделка. Дарение – это двухсторонняя сделка всегда. Поэтому одаряемый должен этот захотеть дар принять. Невозможно подарить, чтобы второе лицо не знало. Хотя очень часто приходят, говорят, я хочу подарить машину на день рождения дочке или подруге, чтобы она об этом не знала. Не бывает такого. Дар всегда предполагает, что одаряемый должен его принять. Если он не принимает, дарение не состоялось. Поэтому это четко нужно себе представить. Также и квартиры очень часто. Вот мы на свадьбу хотим подарить квартиру, но чтобы они сегодня об этом не знали, чтобы они были собственниками. Конечно, если вы дарите, то они должны быть собственниками. Вот, поэтому... Ну, дар принят, а... Поэтому в данном случае можно только его объявить, а потом, может быть, добры сдержать свое слово. Когда свадьба закончится и пир утихнет. Вот. Но принести договор и сказать, вот вам квартира, невозможно. Да-да-да. Давайте, да, мы немножечко прервемся. Мы обязательно дослушаем ответ. Послушаем пока звонок от телезрителя. Алло, вы с нами в эфире? Да, я хочу задать вопрос такой. Да, задавайте. Да-да, задавайте, мы слушаем. Я оформила завещание в городе Москве. А сейчас я нахожусь в городе Самаре. И хочу очень отменить это завещание. Я что, должна ехать в Москву? Объясните, пожалуйста, уважаемый господин Юрьевич. Спасибо большое. Не, неважно, где составлено завещание, отменить его можно в любом месте. Изменить его можно в любом месте, где вы находитесь. Для этого необходимо обратиться к любому нотариусу по месту вашего нахождения на сегодня. Сказать ему, если у вас есть с собой копия завещания, либо записаны очень... Многие записывают реквизиты, где составлено, каким нотариусом удостоверено, дата его и так далее. Если же вообще этого ничего нет, а помнится только в Самаре, то в любом случае вы в праве отменить все ранее составленные мной завещания. Настоящим завещанием отменяю. Вот такой фразы будет совершенно достаточно. То есть нотариус не разыскивает составленное завещание гражданином? Нотариус в любом случае при оформлении наследственных прав, перед выдачей свидетельства о праве наследства, обязан будет проверить. Представленное завещание является последним, действительным, То есть последнее всегда будет действительным, если оно в судебном порядке еще и в том числе не признан недействительным. Но если подать составление, действительно всегда последнее. Поэтому есть база, информационная база, единая информационная система Нотариата России, которые хранятся на сервере, в федеральном сервере хранятся все данные о завещаниях, хранятся скан-образы. Поэтому даже если в Нотариальной конторе, не дай бог, случилось какое-то стихийное бедствие, утрачены документы, вот завещания, все скан-образы в завещании хранятся. Галина Юрьевна, напомните, пожалуйста, с какой даты вот эти нововведения? Ну, скан-образы мы уже второй год сканируем и пришиваем их к определенной записи в единый информационный реестр доверенности. Мы точно так же, они тоже хранятся, ну, разные сроки хранения завещания. То есть архив весь перевещен, конечно, да? Ну, не весь, конечно. Я говорю, завещания и доверенности хранятся. Вот, поэтому здесь вопросов никаких не будет. По розыску завещаний также нет. То есть нотариус, любой нотариус очень часто не знает, куда обратиться, разыскать завещание. Вот наследники знают, что он составил завещание, дома они его не обнаружили. Либо он был утрачен самим завещателем. Ну, люди любого возраста склонны терять документы. Пугаться совершенно не нужно. Вы обратитесь к нотариусу, который открывает наследственное дело. А вы можете на сегодня обратиться к любому нотариусу. И вы, если первые подаете заявление, в отличие от других наследников, открывается наследственное дело. И уже этот нотариус производит розыск. Никаких правов. Где бы оно ни было составлено, в Российской Федерации завещание это хранится на сервере. Спасибо большое. А вот в какой форме составляется завещание и обязательно ли, Галина Юрьевна, присутствие нотариуса в представлении завещания? Ну, а как же. Во-первых, форма завещания должна быть нотариальной. Оно в двух формах составляется. Письменная, приравненная к нотариальной, мы позже о ней поговорим, и нотариальная форма. Нотариальная – это когда удостоверяет нотариус. Нотариус, консул в праве удостоверять завещание, органы местного самоуправления, поселковый совет и лица уполномоченные. Должностные лица поселкового совета в праве также, надельное право удостоверять завещание. Это нотариальные завещания. Еще есть завещания, которые приравниваются. Пять таких случаев, когда приравниваются. Это завещания лиц, находящихся на излечении в больницах, в госпиталях военных, в домах престарелых. Эти завещания удостоверяются главными врачами, их заместителями или дежурным врачом. Либо начальником госпиталя, либо начальником этого дома, социального приюта, назовем его так. А значит, директор или как они там по-разному называются, руководитель. Второе вид завещания, это когда завещание военнослужащих в местах дислокации войск. То есть в той местности, где нет нотариуса. Ни консул, ни нотариус, ни органа местного самоправления. Вот если этих лиц нет, а часть дислоцируется в чистом поле и в округе. Естественно, нет этих лиц, которые наделены правом на совершение интериальных действий. Начальники этих воинских частей вправе удостоверить завещание. Более того, самих военнослужащих, членов их семей и сотрудников, которые работают в этой воинской части. Третий случай, это руководители различных экспедиций. Арктических, разведывательных. Вот начальники этих экспедиций вправе также удостоверить завещание. Оно будет приравниваться к нотариальному удостоверенному. Начальники судов, которые ходят под флагом Российской Федерации. То есть это заграничные суды, которые за пределы Российской Федерации ходят. Также вправе удостоверять завещание лицам, которые находятся на борту этого судна. Вот эти завещания, которые приравниваются к нотариально удостоверенным, они удостоверяются в присутствии свидетеля. Нотариальное завещание может быть удостоверено в присутствии свидетеля, но лишь по просьбе лица, который подписывает завещание. Галина Юрьевна, а эти завещания потом у кого хранятся? Либо они передали... Они должны быть направлены на... Если известно место жительства лица, то по месту жительства. Ну, через органы юстиции они направляются к нотариусу. Спасибо. У нас есть звонок, мы его принимаем. Добрый вечер, вы в эфире. Говорите, алло. Вот я хотела спросить. Знаю, что раньше наследство по буквам оформлялось. А сейчас что-то новое. Разъясните, пожалуйста. Спасибо большое. Неоднократно разъясняли. Еще раз с удовольствием разъясним. Наследство без границ так называемое. Это уже третий год, как мы оформляем наследство без границ. Это означает, что любой наследник, который первый подаст заявление нотариусу по месту открытия наследства, местом открытия наследства признается вся территория, например, если это город Самара, то любому нотариусу в городе Самаре. К первому полюбившемуся нотариусу подается заявление, которое открывает наследственное дело. Единая база регистрации наследственных дел в информационной системе. Второй нотариус, если к нему обратился другой наследник завтра или через час после того, как открыт наследник, уже не вправе завести наследственное дело. Это какие-то дают преимущества, Галина Юрьевна? Никому никаких преимуществ. На сегодня преимущество, что не нужно стоять в очереди и ехать к нотариусу через весь город. Вам удобно? Через улицу. Идите к этому нотариусу и подавайте соответствующее заявление. Спасибо большое. Может ли нотариус выехать на дом и в каких случаях это возможно? Можно, Галина Юрьевна, тоже очень часто задаваемый вопрос. Разъясните, пожалуйста, все вот прошу. Нотариус обязан, не может, а обязан выехать на дом к больному, который не способен явиться лично в нотариальную контору. Для этого необходимо обратиться к нотариусу, близлежащему к вашему миру. Вы, конечно, можете через весь город. Просто это будет зависеть от ваших возможностей по оплате услуг по передвижению нотариуса. Поскольку законодатель возложил эти расходы, естественно, лицо, которое оформляет нотариальные действия. А не может же нотариуса платить за вызов. Поэтому очень часто возмущаются. Почему я должен такси вызывать? Ну, на автобусе не поедет нотариус. Он едет с документами, он едет с печатью. И у него в нотариальной конторе остались люди, которые тоже ждут приема. Поэтому, как правило, нотариусы уезжают либо в обеденный перерыв, в большинстве своих случаев, в свой, либо по окончанию приема. Когда очень срочно, конечно, нотариус всегда войдет в положение и срочно выйдет, вы должны обеспечить нотариус транспортом, либо оплатить услуги от такси. И оформление на дому стоит полутора... То есть стоимость оплаты нотариального действия умножается на полтора, в полуторакратном размере. Но, как правило, вызывают нотариуса для составления завещания, Галина Юрьевна? О разном и сделке на дому, и завещание, и доверенности, и заявления. То есть кому какой документ необходим. Но нотариус выезжает только, если человек самостоятельно не может явиться в нотариус. Не вот тебе там, я смотрю футбол сегодня и пью пиво. Поэтому я не могу обратиться к нотариусу. Бывает и такое, звонит, говорит, я не могу, сегодня матч, мне нотариус на дом. Вот в таких случаях, конечно, нотариус не выезжает. Спасибо. Принимаем звонок. Алло, добрый вечер, мы слышим ваш вопрос. Говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня вот есть доля наследства. Одна двенадцатая от отца. Ну, вот те хозяева, которые наследовали, не хотят у меня покупать эту двенадцатую долю. От одного-то классирования. Я имею право продать ее в другие руки. Спасибо. Ну, как правило, суд признает такую сделку недействительной, поскольку невозможно эту вещь разделить в натуре. Однокомнатную квартиру разделить на двенадцать частей в натуре невозможно. Это неделимая вещь. Как же быть с Галином? Ну, как вы на одну двенадцатую. Однокомнатная квартира, условно, жилая площадь 17 метров. Разделить ее на двенадцать. Встать только можно будет. А ведь собственник вправе пользоваться по назначению. И учитывая, что по назначению пользуется у него, понудить суд вправе. Если они пользуются, кто-то из наследников пользуется судом, второй наследник вправе понудить, выплатить ему денежную компенсацию. Поэтому здесь судебный порядок решения этого вопроса. То есть обращаться в суд с исковым заявлением. Спасибо большое, Галина Юрьевна. Следующий вопрос. Вы сказали, в каких случаях нотариус обязан выехать на дом. А вот в какие сроки? Есть ли это прописано в законе? Законодатель сроков никаких не прописал. Но учитывая, что действие совершается в день обращения. То есть, конечно же, нотариус не скорой помощи. И он не может, если запланированные к выдаче документы. И люди приходят в означенное время. Но по согласованию с лицом, который просит совершить на даму нотариальное действие, нотариус всегда найдет время, когда выехать. Это не означает, что нотариус вправе отложить на 10 дней, на 2 недели, на месяц, на 2. Вот этого нет у нотариуса. Только по согласованию. Если человек говорит, хорошо, приходите через 2 недели. Мне не к спеху, вот мне нужна доверенность. Никаких проблем. То есть, срок это оговаривается всегда с лицом, который желает совершить на даму нотариус. Но есть срочные случаи, когда действительно человек, либо он на лечение ложится, либо его везут куда-то на лечение, либо он чувствует, что он должен успеть при жизни составить этот документ. Поэтому нотариус обязан согласовать этот срок с гражданином, который делает вызов. Спасибо. Принимаем следующий звонок. Вы дозвонились в программу «Территория права». Это прямой эфир. Мы слушаем вас. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, у меня отец умер лет 8 назад. А сейчас я нашла у него документы на гараж. То есть, мне вот к кому надо будет обратиться? А вы... Я на него не оформила наследство. Хорошо. А на другое какое-то имущество вы оформляли наследство? Да, да, да. Да. Поэтому к этому же нотариусу, если он осуществляет нотариальную деятельность. А фамилию можете назвать нотариусу? Я вам сразу скажу. Вот, знаете, это где-то Ленинский район. Я уже не помню. Там много нотариусов. Ну, хорошо. Никаких проблем нет. Вы можете позвонить. На рабочий. На рабочий. Лет 8 назад на рабочий. Ну, лучше позвонить в нотариальную палату. Я поняла. Лет 8 назад. А позвонить в нотариальную палату вам сейчас скажут, что-то у кого в ведении находится архив нотариуса, который 8 лет назад работал на рабочий. А вот и... Потому что наследственное дело находится в ведении на нового нотариуса. И вы подойдете к этому нотариусу. Он поднимет... Хотя у нас наследственные дела передаются в архив. Дело изымается из архива. Вновь открывается производство. И по нему никаких проблем нет. Вы собираете документы. А ну, какие вы документы? Сейчас практически все документы нотариус собирает. Кадастровую оценку запрашивает нотариус. Кадастровый паспорт запрашивает нотариус. Выписку из Росреестра запрашивает нотариус. Право установить документы. Если вы его нашли, принесите нотариусу и подайте заявление о выдаче свидетельства о праве наследства. Проблем никаких нет. Спасибо. Телефоны вот на экране нотариальной палате. Узнаете, к какому нотариусу вам необходимо обратиться. Спасибо, Галина Юрьевна. Следующий вопрос. Вот как завещание можно отменить? И как завещатель должен уведомлять об отмене наследников? Ни в коем случае. Это тайна совершения нотариальных действий. Любое нотариальное действие, тем более завещание. То есть тайна совершения нотариальных действий охраняется законом по отношению ко всем нотариальным действиям. Но за исключением завещания, сведения о совершенных нотариальных действиях нотариус выдает по требованию суда, органов следствия, органов прокуратуры, судебных приставов исполнителей. А вот в отношении завещания, даже по просьбе, по требованию этих лиц до смерти завещателя, тайна завещания охраняется законом. Поэтому точно то же самое касается и отмены завещания. Гражданин, составивший... То есть, когда он предупреждает, что нельзя говорить суть завещания и еще наследников? Наследники не присутствуют при составлении завещания. Свидетель может присутствовать при составлении завещания, но у нас закон ограничивает, кто может быть свидетелем. Свидетели не могут быть лица, в пользу которых составляется завещание, не могут быть дети, супруги, родители завещателя. Поэтому у нас закон четко ограничивает в данном случае права на наследодателя. И если свидетель присутствует, постороннее лицо, ну, пожелал так завещатель, то об этом обязательно делается отметка в завещании. Указывается фамилия, имя, отчество и место жительства лица, которое является свидетелем. И свидетель подписывается тоже в этом завещании. Поэтому процедура очень непростая в данном случае. И мало кто желает быть свидетелем. Вот посидеть, послушать всех хотят. А как только говорят, что вам необходимо расписаться, и на вас возлагается, в том числе и сохранение тайны, совершение тренингового действия, мало кто остается в кабинете санатариуса. Отмена завещаний, как вот телезритель задавал вопрос, где бы вы ни находились, в каком состоянии вы ни находились. То есть если вы даже не сможете собственноручно подписать, для этого существует институт рукоприкладчика, который за вас по вашей просьбе подпишет. Но очень часто многие говорят, я сломал руку и не мог его отменить. Никаких проблем, рукоприкладчик есть для этого. Либо когда вы смогли, уже есть возможность отменить и так далее. Поэтому отменить все, что нужно, это обратиться к нотариусу. Ну а потом, наверное, нужно очень хорошо подумать, прежде чем вставлять такой документ. Вот сказали, Галина Юрьевна, часто обращаются за отменой завещаний? Очень часто. Очень часто. И в данном случае... Несмотря на то, что нужно платить за новотарию, да? В данном случае хотелось бы обезопасить тех лиц, которые думают, что они наследники. Вот они приводят бабушку, внучок или внучка, или соседка добросовестная, добропорядочная, которая за ней ухаживает. Почему мы очень часто говорим, не оформляйте завещание. Если вы действительно... Бабушка говорит, она у меня хорошая, а у меня никого нет. Я только ей все оставить хочу. Она за мной ухаживает, она меня кормит, поет, убирается. Нотариус всегда посоветует договор по жизненному содержанию с ожидевением оформить. Не надо завещание. Завтра бабушке что-то не понравилось, не то молоко прокисшее, или хлеб с плесенью вдруг оказался. Она пойдет и отменит завещание. У нас время уже подошло к концу. Спасибо вам большое за, как всегда, информационную, интересную передачу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели «Территория права». Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok